Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Рад приветствовать. Сегодня такое включение на широкую аудиторию, то есть связан с тем, что мне хочется поделиться своими собственными мыслями о том, что происходит, о том, что планирую делать я. Поступило большое количество вопросов, то есть 127 человек задали вопросы, и нужно понимать, что один человек — это не один вопрос, кто-то задавал там 13 вопросов. Нужно понимать тот факт, что я, естественно, наверное, не смогу на все ответить. Но я хочу поделиться своим собственным мнением, что, в принципе, происходит, что являются определенные подноготные, что стоит читать между строками. Я вообще не скажу, наверное, много чего про Россию, я не буду вообще ничего говорить про Украину. Очень немного я коснусь вопросов, связанными с военными действиями. Я, в принципе, хочу поговорить, в принципе, про экономику, я говорю, хочу поговорить про фундаментал, что, в принципе, происходит в мире. Я не знаю, ребят, поставьте плюсики, кто является членом нашего закрытого клуба инвесторов, да, о том, что я еще, получается, в начале прошлого года, в 2021 году на наших съездах, которые мы регулярно проводим, раз в квартал, говорил о том, что пандемия – это не конец, а, скорее всего, мы еще увидим какое-то событие, то ли это будет пандемия, то ли это будут какие-то военные действия, будут события, которые потрясут всех, и то, что происходит с ковидом, да, это только ягодки. И, в принципе, я обосновываю, я сейчас не хочу к этому возвращаться, то есть я могу сказать, что само событие, которое произошло, конечно же, для меня тоже является неожиданностью, конечно же, я не ожидал такого решения, я не ожидал таких санкций, я, в принципе, не ожидал, что с точки зрения экономики, да, то есть необходимости, там, проводить военную операцию на Украине, ее как таково не присутствует, то есть здесь и больше, как бы, некий политический момент. С другой стороны, я всегда пытаюсь сейчас людей вернуть немножко там в здравый смысл, сейчас я тоже про это расскажу, что это значит, а здравый смысл заключается в том, что старик Маркс еще в 19 веке все очень понятно написал, написал он это в «Капитале», и понятно настолько, что он подвел экономическую основу, в принципе, под революцию, чтобы человек, который работает там на селе, человек, который работает на заводе, который не отличается высоким уровнем знаний, в принципе, понимал, как устроен капитализм, почему он появился, как вас меняется, куда, в принципе, он может в дальнейшем трансформироваться. И как раз таки там написано о том, что политика является надстройкой над экономическим базисом, вы можете что угодно говорить, у руля может стать абсолютно кто угодно, но в любом случае, ключевым моментом являются экономические отношения и экономика. И политики приходят и уходят, бойны начинаются и заканчиваются, а экономика остается. И поэтому здесь нужно понимать, что по-хорошему, если мы даже хотим объяснить какие-то политические события, нужно смотреть экономическую подноготную, что является причиной тому, что эти события происходят. Поэтому вот хочу поговорить сегодня об этом, хочу затронуть сегодня основные инструменты, которые доступны для частного инвестора, основные риски, которые возникают в связи с санкциями и контрсанкциями, про определенные инфляционные ожидания, про того, стоит покупать доллары или не стоит покупать доллары, какие есть альтернативы, находятся ли сейчас в иностранных акциях, что делать с иностранными акциями, что делать с российскими акциями, торгуемых в иностранных ценных бумагах в форме ГДР и АДР. У брокеров, которые попали под санкции. То есть я просто поделюсь своим мнением, ни в коем случае не хочу, чтобы это все, что будет мной сказано, было отнесено к разряду индивидуальной инвестиционной рекомендации. И, наверное, заявлю, сделаю такое большое заявление, что это не является единственным эфиром, потому что, опять же, я говорю, вопросов очень много. Не думаю, что ситуация разрешится очень быстро. И нам еще нужно будет очень серьезно работать со своим собственным мозгом, каким образом он устроен, какова у нас нейропсихология, нейронная система головного мозга. И почему сейчас есть риск высокий совершения ошибки. Частично отвечу на вопросы. То есть это может быть продолжением. Не исключу, что таких эфиров может быть по два в неделю. Может, для кого-то покажется позитивной новостью, чтобы не оставаться наедине с самим собой. Что значит оставаться наедине с самим собой? Давайте, ребята, немного не про экономику, а про нейропсихологию. Почему я сейчас считаю важным об этом сказать? Это показать, чтобы вы, в принципе, понимали, что вы делаете в настоящий момент. То есть вообще есть такое понимание, что существует в головном мозге у человека три основных мозга. Это мозг рептилии, так называемый, по сути, в котором заключаются инстинкты. Инстинкты выживания. Он может совершать только три вещи. Он может цепенеть, атаковать или убегать. Больше ничего он не может делать. То есть любое какое-то событие, которое представляет угрозу жизни, именно угрозу жизни, да, то есть которое событие происходит, здесь сначала мозг цепенеет. То есть шок некий такой. После того, как шоковое состояние проходит, да, у тебя срабатывают инстинкты убежать или затаиться. И этот мозг, он самый древний, да, то есть он появился у рептилий, и здесь работают исключительно инстинкты. Вы с этим ничего сделать не можете. Вы можете владеть этими знаниями, вы можете прочитать про это несколько раз, вообще увлечься нейропсихологией. Но при этом, когда происходит война, вы понимаете, что первым врубается рептильный мозг, это выживание. То есть это собраться, это там тревожные чемоданчики, да, куда-нибудь пойти, когда объявляют, я не знаю, приведение войск стратегического сдерживания в особый режим дежурства, да, сразу я про себя говорю, да, я начинаю оценивать, где у меня подвал, куда, если что, могу убежать. Я это знаю, я это понимаю, но тем не менее, то есть вот мой мозг устроен таким образом, да, то есть потому что он самый древний, самый примитивный, соответственно, вся природа, вся эволюция получается, нервные импульсы со всего тела, они попадают непосредственно сюда. Второй мозг, он более молодой, соответственно, который возник после того, как рептилии стали развиваться, то он еще называется лимбической системой, он же называется мозгом млекопитающего, система свой, чужой, там находится чувство эмоций, то есть там находится страх, там находится жадность, то есть когда рептильный мозг или бьет, или убегает, там нет ни страха, ни жадности, он просто действует. Надо что-то сделать, да, то есть люди, соответственно, вот если посмотреть вопросы, которые поступили, что делать, как спасаться, как выживать, потому что сейчас, когда мы говорим про капитал, когда мы говорим про деньги, когда мы говорим про то, что какие-то активы падают, какие-то активы растут, то что здесь вызывает у нас ощущение, что если мы потеряем наш собственный капитал, это угроза нашему выживанию в будущем, да, у меня не будет денег, которые можно потратить на мое собственное выживание. Есть угроза жизни, поэтому здесь нужно что-то предпринять. После этого нервный импульс проходит дальше, то есть скорость прохождения этих импульсов составляет где-то, ну, там, в районе 12-24 часов. То есть первый раз, когда вы получаете страшную информацию, да, вообще там ни страха, ни жадности, никаких чувств, никаких эмоций нет, туда только вопрос сохранения. Как только понимает, как только идет осознание того, что, ну, угрозы физической жизни нет, то, соответственно, нервный импульс пошел туда, в лимбическую систему, в мозг млекопитающего, и там вот начинается страх и жадность, да, то есть это вот когда акция упала на 50%, жадность, да, то есть надо купить акции на всю котлету. Страх — это нужно продавать рубли, да, срочно покупать доллары, и пофиг, сколько он стоит, пофиг, что там в обменниках мне продают доллары по 165 рублей, он будет стоить 300. И здесь, соответственно, два этих чувства борются, страх и жадность. И только через 48 часов начинает включаться нейронная система, это неокортекс, кора головного мозга, даже не сама кора головного мозга, да, вот именно вот эти вот нейронные связи, как плесень на мозгу, назову уж это так, где находится сознание, где находится подсознание человеческое, да, это самый-самый молодой мозг, и поэтому до него нервные импульсы, вот эта реакция на какое-либо происходящее событие, она доходит только в самую последнюю очередь. Если говорить про характер, который мы видим сейчас, что происходит? Происходит ситуация, когда негативные новости поступают одна за другой, то есть что мы по факту получаем, там, я не знаю, 24 февраля объявили военную операцию, да, врубился мозг рептилии, через сутки подключился, там, лимбическая система, кто-то начал покупать упавшие акции, немного продавать доллары, или наоборот покупать доллары, то есть у каждого были свои собственные поступки, ребят. То есть здесь вот начинают вот эти вот чувства страха и жадности работать. По идее, на следующий день, да, должно произойти включение сознания, да, то есть осознанные такие вещи, чтобы понять, в принципе, что произошло, и принять определенные взвешенные решения. Но этого не получается, потому что на следующий день происходит еще одно более страшное событие, я не знаю, санкции там объявляют. Причем такой пакет мер, если вы посмотрите, там, сколько у нас получается, 4-5 дней идет уже операция, у нас каждый день приходят сообщения, которые одно страшнее другого. И наш собственный мозг в такой ситуации, естественно, начинает теряться, да, то есть здесь сознание, у нас нет временного лага для того, чтобы именно включилось сознание, чтобы взять просто положить цифры на бумагу и посчитать, что непосредственно происходит. И даже вещи, которые, казалось бы, очевидные, даже не то, что очевидные, я тоже там иногда читаю определенные новости, смотрю определенные каналы на YouTube, особенно мне интересно послушать мнение определенных видных экономистов. И что для меня было удивительно, опять же, я не могу назвать себя каким-то видным экономистом, я больше, наверное, такой практик, но профессор высшей школы экономики, высшая школа экономики, это лучший экономический вуз страны наряду с Плешкой. И настолько, получается, происходит разрыв на уровне рептильного мозга и мозга млекопитающего, то есть настолько отключаются все его накопленные знания там за десятки лет преподавания в школе экономики, что этот человек в прямом эфире на федеральном канале заявляет вещи, связанные с тем, ну, дословно я говорю, центральный банк поднял процентную ставку до 20%, это приведет к высокой инфляции. Не имею в виду, что вы все являетесь там экономистами, но повышение процентной ставки центрального банка, наоборот, всегда является инструментом сдерживания инфляции. Потому что, когда вы делаете дорогими деньги, то это приводит к тому, что потребление сжимается, и факторы, которые вызывают в нормальной экономике инфляцию, и даже в ненормальной экономике инфляции, да, чрезмерное потребление со стороны населения, они падают, потому что кредиты становятся дорогими, люди могут меньше потратить, могут меньше потребить, и, соответственно, инфляция замедляется. То есть я вам хотел просто показать, что это касается, меня это касается, профессоров высшей школы экономики это касается, да, то есть это наша нейрофизиология, она таким образом устроена, и вы с этим ничего поделать не сможете. Ситуация, когда у вас отключено сознание, и вы даже просто не можете подумать, что вы совершаете, вы должны понимать, что вы принимаете решение на основе или инстинктов, или на основе эмоций. Ни инстинкты, ни эмоции, они всегда были, ну, то есть это как некая система выживания, да, в условиях, там, агрессивной внешней среды, когда эволюция очень сильно действовала. Получается, что работают вот именно те животные инстинкты, а просто сесть подумать нет возможности, потому что ты находишься в информационном пространстве, ты читаешь различные посты, ты читаешь сообщения, ты поддерживаешь, звонят родные, близкие, тебе невозможно, в принципе, да, то есть найти какое-то убежище. Потому что ты все равно социальный человек, потому что ты все равно ходишь на работу, разговоры везде об этом, и поэтому получается, что последние там пять дней все, что происходит и внутри России, и на мировых финансовых рынках, что касается акций российских компаний, оно подвержено там в 95-98% случаях, оно подвержено, оно происходит под влиянием рептильного мозга и мозгового млекопитающего, где нет никаких цифр, где нет никакого сознания. Вот это вот, я считаю, очень важным является донести сейчас до вас, чтобы вы понимали, совет, да, что же делать тогда, Максим, что же делать, да, в такой ситуации. Вот я предпочитаю, как минимум, изолировать себя по возможности от информационного шума, не общаться, в принципе, на эту тему. Ну, слава богу, что у нас рынки закрыты, у нас есть возможность поговорить по душам, да, ничего не купишь, ничего не продашь, кроме валюты с бешеными спредами. Поэтому мы можем об этом поговорить и заняться развитием, опять-таки, своего собственного мозга, да, то есть какие курсы, тренинги, я не знаю, там, вы еще можете пройти. Какую книжку вы можете почитать, интересно. Изолируйтесь, в принципе, от информационного вакуума, выделяйте не более 60 минут в день на то, чтобы смотреть то, что происходит. Вы все равно на это повлиять не можете, никак, и ни на что, в настоящем. Вот это вот то, что хотелось сказать о уровне нейропсихологии, нейрофизиологии. Поставьте там, насколько вам это было полезно или ценно, да, по шкале от 1 до 10, а мы будем двигаться дальше. Продолжение следует...